Как же я устала! Поэтому сейчас я накраслюсь, переоденусь, поеду в клуб, а потом мы поедем в другой клуб, а потом мы поедем в караоке. Завтра я буду в какой-нибудь кафешке в 8 утра или в ларке с шаурмой. И только после этого поеду домой спать. Ух, отдохну! Ох. Ох. Что ты так нервничаешь? Я спокоен, как мертвая лошадь. А папа всегда нервничает, когда он приезжает. Я спокоен. Да-да, это заметно. Я вас сейчас всех поубиваю, и вы поймете, что я спокоен. Приехал! Здравия желаю, товарищи женщины. Дедуля! Привет, дедуль. Ну, здорово, сынок, здорово, бать. Вы проходите, садитесь. Лучше на другой стул этот сломан. Сын, рапортуй, почему в казарь, то есть в доме, стул не починен. Ну, там это самое, то одно, то другое. Отставить мямлить. Бать, починю я стул. Конечно, починишь. А пока два наряда вне очереди. Целых два наряда? А каких? Я платьишка хочу. Хе-хе-хе. Вот, молодец. Все обследуем. Чай будете? Это можно. Но лучше с коньячком. А если с коньячком, то можно без чая. Хе-хе. И мне налей. Только ему чуток. Детям спиртное нельзя. Ой, мне уже сорок два. Ну, я говорю, сопляк. Наливай полную, и мы посмотрим, кто тут сопляк. Девочки, отступаем. Мам, ну что там у них? Да как обычно. Армрестлинг и коньяк. Я так люблю, когда дедушка приезжает. Дедуль, а каким папа был в детстве? О, да, это интересно. Да каким, каким? Таким же, как сейчас, только меньше и без усов. Хе-хе-хе. Что? Папа когда-то был без усов? Да они у него вообще до 16 лет не росли. А потом от разы три волосина. Он с ними носился, как курицу с яйцом. Бать, ну не надо. Да, все, что-то пытался. Но три волосина как ни укладывай, они кущи не станут. Хе-хе. Это как ты сейчас пытаешься волосы на голове уложить? Хе-хе-хе. Отставить. Вот помню случай был. Везу его в школу. Подожди, в смысле везешь? Папа нам рассказывал, что в школу встал в пять утра и ехал через весь город с тремя пересадками. А потом еще на собаках и пять километров пешком. Да какое там? До 10 класса на машине возил. Так. А правда, что у папы в дневнике одни пятерки были? Это да. А потом я нашел его второй дневник, который он учителям для двоек давал. Три дня потом у меня этот отличник сидеть не мог. Я пойду этот самый чайник поставлю. Мать, фотки налей. Что, родительский день не удался? Да чтоб я еще раз тебя послушал. В смысле? Это же ты предложила его пригласить. А ты меня не отговорила. Значит, ты виновата. Да ладно, он скоро уедет. Да. Либо он, либо я. О, заклада пришла. Добрейший вечерочек. Так, что нам надо? Нам надо заплатить за квартиру, отложить на отпуск и продлить абонемент в спортзал. Нет, нам надо выкупить всякую фигню с Алиэкспресса, заказать тот дурабущий хайлайтер и кегуруми единорога. Сначала счета, а там посмотрим, что останется. И еще новые туфли. На гигантской шклите, которую мы никогда не будем носить, потому что они неудобные. Нет, мы не будем так делать. Опять. Еще надо заказать какой-нибудь необычной еды, чтобы потом снова лечиться от отравления. Боже, какая ты душная. Знаешь что? Нам надо попить шампанского и отметить дар кулаку. Но мы же на диете, мы не пьем. Это ты не пьешь, а мы хо-хо-хо. О, нам срочно нужен тот шикарный летний сарафан. Какой сарафан? Осень на дворе. Но он нам нужен прямо сейчас. Перестань тратить мои деньги. Твои? Ну сарапатывай их, явно я. Справедливо. Но тратить их буду я. Ну а ты-то чего молчишь? Я уже оплатила всю картину с Алиэкспресс, заказала хайлайтер и теперь выбираю туфли. А единорог? Да хрен с ним, смотри, у них появились панды. Мать, куда делить деньги из котверта? Я оплатила коммуналку. Надо было только за нашу квартиру заплатить, а не за весь дом. Подожди, это вы столько за коммуналку платили. Так как ваш папка еще не научился срать золото, отец. Да нормально, мам. Один раз папа так даже моей воспитательнице сказал. Поэтому мы переходим в режим экономии. Все ваши фены, жмены отменяются. И что нам делать? Берите пример с меня. Встал, умылся, уже орел. Что ж, нам всем под машинку стричься? О, молодец, так и на ваших парикмахерских сэкономим. Телефоны, планшеты, ноутбуки, нафиг. Из каждой розетки провода торчат, а я у них спотыкаюсь. Может тебе уже пора очки купить? Опять купить? Я же говорю, экономим. Стиральная машина тоже до приношрет. А у меня в доме три детки. Как-нибудь справитесь. Может еще свет не включать? Светки жечь будем? Нет. Когда прошу рассвет вырубали, неудобно было от свечки кнопки на пульте рассматривать. Ноутбуки, фен, стиралку нельзя. А телевизор можно? Нет, пап. Хочешь поиграть в 15 век на стороне? А у меня там сериал недосмотренный. А у меня игра на панке. Ну что ты так на меня смотришь? Так что ты там, воспитательница, сказал? Для чего? Почему он мне не пишет? Кто? Да кто, кто? Сережа. Так ты ж его сама бросила. Ну да. Я везде заблокировала. Да, я про него. Почему он мне не пишет? Я, возможно, повторюсь, но... Ты его везде заблокировала? Я вот в ВКонтакте читала, что парня девушка тоже заблокировала. И он придумал отправлять ей деньги на карту и там писать сообщение. То есть ты хочешь, чтобы мужчина платил за общение с тобой? Какой следующий шаг? Напишешь в профиле инстаграм модель? Да при чем тут это? Я просто хочу, чтобы он написал. Ты можешь его где-нибудь разблокировать. Нет, он сам должен что-нибудь придумать. Но он у меня такой тупой. Да ты что? Вот бы тебе когда-нибудь кто-нибудь об этом говорил. Ну ладно, не настолько он дебил. Я же правильно понимаю, мы говорим о человеке, который путал буквы Р и мягкий знак? Слушай, а вдруг он тебе не пишет, потому что окончательно забыл все буквы? Кажется, я начала вспоминать, почему его бросила. Третики. А что не рыдаем? Он же нам не пишет. Ну правильно, я же сама его везде заблокировала. Ну и что? И сказала, чтобы он свалил нахрен из моей жизни. И? И пожелала ему поскорее сдохнуть в страшных мучениях. Да, ты права, нафиг его. Он какой-то слишком обидчивый. Нам срочно нужен костюм на Хэллоуин. Нафига? Мы же все равно не пойдем ни на какую Хэллоуин-вечеринку. А мы никуда не ходим. Дом, работа, дом, работа. А потом удивляемся, а что это к нам подкатывает? Только вахтер из офиса и охранник из пятерочки. Ну мне еще в интернете пишут. Пишут? Ну фотки присылаю, которые я хочу развидеть. Ладно, давай придумаем костюм. Нам надо что-то небанальное. Типа Харли Квитт. Или Женщина-кошка. Или Джокер. Да, очень свежо и небанально. Ну тогда ты сестра. Или горничная. Или черлидерша. Это Хэллоуин или шлюх парад? Тогда давай сама. Я просто найду себе костюм в интернете. Сколько, блядь, это стоит? Ладно, можно одеться просто, но сделать эффектный грим. Грим на Хэллоуин. Бростой грим на Хэллоуин. Грим на Хэллоуин для рукожопов. Я безнадежна. Слушай, у тебя три года назад был очень классный грим. Сделай такой же. Я тогда лицом на дверной косяк ударилась. И мне так пришлось идти на свадьбу сестры. За кто ты была в центре внимания? Слушай, давай я просто как всегда буду говорить, что это не наш праздник, и я его игнорирую. Удачи в семейной жизни с охранником или вахтером. Ладно, что ты там говорила? Женщина-кошка? Слушай, ну вроде ничего так. Детка, ты неотразима. Но это же все равно шлюх парад. Дееееее. Мама, что случилось? Почему папа не на работе? Он заболел. Дети мои, идите все ко мне. Папочка, что с тобой? Ничего, дочка. Просто я умираю. Ты хорош детей пугать. Ты просто простудился. Ты знаешь, каково мне? Нет, вот и молчили. У тебя температура 37,2. Не надо меня успокаивать. Я лучше знаю. Мне хреново. Ну да, это самая неприятная температура. Слушай, я с 4 утра на ногах. То воды принести, то чай. Уже в аптеку сбегала и буш сварила. Тебе надо просто отлежаться. А мне пора на работу. Только борщ? А как же голубцы? Не успеваю уже. Ну правильно. Зачем исполнять последнюю волю умирающего? Для умирающего у тебя слишком хороший аппетит. Мам, ты помнишь, что у меня сегодня танцы? Я мелко из сада забрать не смогу. Ты в школу, ты в сад. А я буду отпрашиваться. Только как, непонятно. Заведующая у нас строгая. Отпустила. Сказала, у меня самой недавно муж болел. И в конце добавила, держите и припититесь. Будешь меня держать за руку на смертном одре и записывать мою последнюю волю? Но сначала, глупцы, значит, дрель мою Валерке отдашь. Потому что это его дрель. Я лет пять назад брал у него полку повесить. Может, ты сначала полку повесишь? Не, не могу. Я умираю. Слушай, у нас нет пивка. Какое тебе пиво? Ты же болеешь. Ад в жизнь прожил. Никто даже стакан пива не поднесет. Когда я болела, ты мне чешку чаю полдня нес. Ты когда болеешь, такой нудный становишься. Когда ректор, начинай разделывать, начинай разделывать Амара, а мне надо индейку. Потом удивляемся, что это к нам подкатывает только вахтер из офиса и ка... Сука. Заказать тот дорогущий хайлайтер и к... Заказать тот дорогущий хайлайтер и кегуруми... Кегуруми, единорога, это ёбаная, блядь, скороговорка. Извините. С точком была. Спасибо. Продолжаем. Рыба моя, придешь к родителям твоего охламана... Рыба моя, придешь... Рыба моя, придешь... Рыба моя, придешь к родителям твоего охламана... Охламона, блядь. Тетя Роза, соберите. Я вас сейчас всех поубиваю, и вы поймете, что я спокоен. Спасибо за это. Валерка твою... Валера, 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 Валера! Я бываю слишком требовательна к себе и к окружающим. Я сейчас смотрела на твой сосочек. Субтитры сделал DimaTorzok